Добрый день, дорогие девочки и мальчики! Наверное, всё-таки девочки, ещё раз повторюсь. Сегодня у нас видео ностальгическое. О старых временах. Знаете, когда люди садятся и начинают вспоминать былое. И, в общем, поскольку я большой любитель одежды, то у меня даже былое, воспоминания о былом, как-то связаны с моими платьями. И я нашла всё в шкафу. Кучку такого-то, она у меня лежит на коленях, платьев, которые у меня... Вообще, я страшный плюшкин. Я вещи храню очень долго, мне их всегда жалко выбрасывать. Я всегда думаю, что, может быть, я ещё их поношу, может быть, я ещё их надену. И, конечно, шкафы у меня все забиты дома, как вы понимаете. Да, но это совсем другая история. Ну, кстати, я делала расхламление. Вот когда начался карантин, и мы сидели на карантине, я даже несколько видео сняла о том, как я расхламляю свои вещи, обувь. В общем, если не смотрели, то посмотрите. Но сейчас не об этом. Есть вещи, которые я выбросить не могу. Есть вещи, которые у меня настолько... Какие-то у меня с ними связаны воспоминания, и я их храню. Потому что я понимаю, что это как бы звучит странно, потому что воспоминания – это воспоминания. Вещи не имеют к воспоминаниям никакого отношения. Но, тем не менее, у меня какая-то такая ностальгическая... Ностальгическая любовь и тяга к этим вещам, которые я... Я не могу их выбросить, у меня не поднимается рука. Кроме всего прочего, рассмотревшие эти платья, я поняла, что они абсолютно... Их вполне можно носить до сих пор. Они очень... Некоторые из них очень-очень старые, но, тем не менее, они в прекрасном состоянии. И они... Даже некоторые у меня еще влезают почти что. Вот. И я вам сейчас их буду показывать, рассказывать, какие у меня с ними связаны воспоминания, и буду их примерять. И мы посмотрим с вами вместе, влезаю ли я в свои платья, которым некоторым уже больше 20 лет. Да, есть такие, что и больше 20 лет, правильно. И, в общем, будет, наверное, интересно, мне самой посмотреть, смогу ли я их на себя натянуть. Ну, давайте начнем. Наверное, начнем по старшинству. Ну, в смысле, по давности покуп. Наверное, вот это платье будет у нас первым. Это платье я купила году эдак в... девяносто... Наверное, пятом. Представляете? В девяносто пятом. Это значит, что ему сейчас... Считаю... Считаю, 7 на ум пошло. Ой! Математик, инженер. В общем, этому платью... Этому платью 25 лет. Считала долго? Смотрите, что касается фасона, то вы понимаете, что оно как бы абсолютно не вышло из моды, и абсолютно оно актуально, его можно носить... То есть фасона никакой. Вот шлейки, платья и все. Расцветка тоже довольно приятная. Состав потрясающий. Все это... Все это вискоза. Ну, как потрясающий, но вискоза. Да, 100% вискоза. Написано, что он сделан во Франции. Я не знаю, если это правда, но... Значит, в 95-м году мы переехали в Израиль в 92-м. И, в общем, денег у нас не было совсем. И ничего мы, конечно, себе не могли позволить. Никакой одежды и вообще ничего не могли позволить. И вот в 95-м году, когда мы уже оба работали, и мы уже... Это еще было с моим первым мужем. Ну, несу. Это другая история. Мы, значит, первый раз... А жили мы на севере. Мы первый год жили в Иерусалиме, потом мы переехали на север Израиля, и мы первый раз собрались в Тель-Авив. Тель-Авив большой город, полный магазинов, кафе, ресторанов. Очень шумно, очень красиво, очень европейский, потрясающий город. Я его обожаю. И там море, пляжи, в общем, ну, все-все-все. И там очень много было красивых магазинов. У нас тогда на севере, в городе, где мы жили, там с магазинами было так себе не очень. А мы приехали в Тель-Авив, и там... Ну, в общем, моя душа возрадовалась. И мы зашли в какой-то бутик, и купили, значит, вот это вот платье. Сделано оно прекрасно. Здесь, знаете, такая атласная лента обработана. И название совершенно нечитаемое, непроизносимое. То есть, в общем, я не скажу, что за бренд, но написано Made in France. Сделано по Франции. В чем я сильно сомневаюсь, потому что... Ну, то есть, может быть, конечно, вероятно, но, знаете ли, в Израиле это было очень даже легко, что в каких-то бутиках было написано платье или одежда, которую шили тут же за углом на соседней улице, но клеили, прикрепляли этикетку Made in France, что это сделано во Франции. И для меня это много времени, даже когда я приехала уже в Канаду, сделано там или сям, во Франции или в Италии. Для меня это все было... Подумаешь... Пишите. Пишите Шура. То есть, что называете... Я тоже могу написать, но, ну, как бы здесь, наверное, в Америке это как бы свято. Если написано, что Made in Italy, это действительно было сделано в Италии. Если написано, что Made in China, это действительно было сделано в Китае, в Израиле. В принципе, это было... Ну, как бы. Окей. Значит, это платье номер один. Дальше платье номер два. Это платье... Выглядит оно вот таким вот образом. Это платье бренда Mango. Очень красивое. Такое необычное. Но тоже, кстати, 100% вискоза. Я вам хочу сказать, что все вещи, они такого хорошего состава. По крайней мере, вискоза. По меньшей мере вискоза, по большей мере, там, хлопок и так далее. Ну, видимо, тогда качество было вещей лучше. Я купила его. Я помню, что мы собирались на свадьбу к дочери моей подруги. Я прошу прощения, прерываюсь. Я пытаюсь как-то наладить свет, потому что мне то темно, то отсвечивает. Короче, я долго-долго искала платье. Оно было не очень, как бы, нарядное. Ну, знаете, в Израиле на свадьбе не носили что-то такое супернарядное. В принципе, довольно такое просто симпатичное платье. Вполне уже можно было надеть. Да, в джинсах можно было пойти на свадьбу. Ну, я люблю одеваться, поэтому я, значит, воспользовалась возможностью. Вот. Купила себе новое платье. Я долго его искала. Ходила в какие-то такие специальные магазины. И, в общем, ничего не могла найти. И потом вдруг наткнулась в манго вот на это вот платье. Мне понравилось, что оно такое золотистое, с черным таким графическим рисунком. Как будто бы нарисованные такие, знаете, какие-то цветы. И очень подходящий мне фасон тогда был. Сейчас, может быть, оно уже не мало. Сейчас мы померим, посмотрим. Вот. И, значит, вот не могу его выбросить. Рука не поднимается, потому что оно настолько вне времени. И, по-моему, никогда не выйдет из моды. И, по-моему, никогда в жизни я не могу сказать, что это надевший его, что мне кто-то скажет, что это ему платье. А ему лет 20, наверное, этому платью. Что ему лет 20. И вот поэтому я его храню. Потому что мне кажется, что многие вещи следует хранить. Плюс ко всему, знаете, я тогда его купила. И на все какие-то мероприятия, такие более-менее, ну, торжественные, куда надо было так приодеться, я его надевала. И у меня с ним связаны такие дорогие, хорошие воспоминания. Потому что я, ну, всякие праздники, свадьбы, там, дни рождения и так далее. И я была в этом платье. И мне очень хорошие воспоминания с ним связаны. Поэтому я его храню. Следующее платье. Это вот такое бордовое платье. Немножко с таким рисунком, с блестками. Видите? Оно такое немножко блестит, переливается. Тоже на шлейках. С подкладкой. Немножко такое оно по косой сделано. Низ. Это платье я купила, когда я приехала в Америку навещать. Из Израиля я приехала навещать свою семью. И купила я его, наверное, ну, таковый тоже, типа, ранее 2000-го. Нет, я тогда не первый раз приехала. В общем, какой-то из разов, что я приезжала в Америку. Я навещала свою семью. И я, ну, в районе где-то 2000-й год, может, 2001-го. Что-то такое. И я... Мы тогда очень много шопились с моей сестрой. Много магазинов. В общем, было весело, интересно. И я это платье увидела. Оно у меня очень понравилось. Оно очень красивое. Стоило, ну, там, долларов 10. И меня потрясло, потому что это фирма PINCO. PINCO это довольно дорогой итальянский бренд. И, кстати, тоже Made in Italy сделано в Италии. И я тогда еще хихикнула, приехавшись в Израиль. И сказала своей сестре, что, ну, типа, то, что я вам говорила в самом начале, что написать можно все, что угодно. Но что мне сестра сказала, что у нас с этим не играют. В Америке с этим очень строго. В Израиле было так все. Поэтому я, как бы, не прочувствовала этого всего. Но, во всяком случае, сестра мне объяснила, что если написано, что это сделано в Италии. Это действительно сделано в Италии. Ну, в Америке там на скидках можно купить еще не такие вещи. И я его тоже. Оно довольно нарядное. Я использовала его для всяких торжеств, свадеб, там, днерождений и так далее. И храню его, потому что, ну, итальянское платье, пинку, знаете, как бы, жалко мне его выбросить. И оно действительно очень красивое. Мне оно действительно очень нравится. И совершенно такое, знаете, абсолютно стильное. И, по-моему, из мода не вышло до сих пор. Следующее платье, это платье фирмы Zara. Ну, как же я без этого. Это платье сарафан. Тоже, кстати, все платья сарафан. Абсолютно все. Все летние. Ну, я вам скажу почему. Потому что они все были куплены в Израиле. А в Израиле это самое было, что не носить одежду. Потому что там очень жарко. И, как бы, климат такой, что... Кроме как сарафаны, почти что никто ничего не носит. Нет, неправда. Носят. Ну, в общем, сарафаны очень в ходу были. Если вы посмотрите на него... Вот это платье я точно помню, когда было куплено. Оно было куплено... А, значит, я немножко перепутала. Не по старшинству я пошла. Потому что вот то бордовое платье было куплено после этого. Это платье я купила в начале 2000 года. Потому что в конце 2000 года родился Бен, мой сын. И я его купила, когда я была беременна Беном. Я еще об этом не знала. Я его на себя надела. Оно мне было как раз. Я очень-очень... Мне оно очень понравилось. И я потом через несколько дней узнала, что я беременна. И я так расстроилась. Не-не-не, я не расстроилась, потому что я беременна. Расстроилась, потому что я подумала, ну все, я сейчас вот рожу, растолстею. В это платье на меня не влезу. Но поносить я его не смогу, потому что сейчас у меня вырастет живот. И я его не успею поносить как следует. И мне стало очень жалко, было очень обидно. Но тем не менее, я его прекрасно... Я родила, потом похудела и очень долго его носила. И в принципе, до сих пор его можно носить. Так вот, это платье было куплено в 2000 году. И если вы посмотрите на его фасон, то оно ни капельки абсолютно не вышло из моды. Это тоже вискоза. Кстати, то бордовое платье, по-моему, было шелковое. Значит, ну абсолютно 20 лет прошло, как будто бы оно было куплено вчера. То есть ничего не изменилось. То есть, вот, как видите, мода вообще не меняется, не двигается никуда. Ну что хорошо, наверное. Ну, во всяком случае, да. Так вот, то бордовое было куплено после. Значит, это я купила в 2000, а то, наверное, в 2002, 2003. Вот что-то такое. Следующее платье. Это платье фирмы Banana Republic. Banana Republic это наш такой американский бренд. Он, по-моему, есть в России, есть в Европе. Не так может быть распространен. В Америке он очень популярен. У нас в Канаде тоже. Чем оно мне дорого? Это было первое платье, которое я купила в Канаде. Оно вот такого очень красивого голубого цвета. Просто трикотажное платье с вышивкой. Красивый квадратный вырез с вышивкой по вырезу. И стопроцентный хлопок тоже, значит. Первое платье, которое я купила в Канаде. Мы приехали в Канаду очень долго. Не очень долго. Ну, какое-то время с работой было так себе не очень. С деньгами, соответственно, тоже. Купить я себе ничего не могла. И для меня, как старого шопоголика, вот это вот было время очень, ну, такое. Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я сильно страдала. Потому что у меня были другие проблемы. Нам надо было искать работу дома, чем кормить детей, как платить за жилье. И, в общем, поэтому как бы то, что я не могла совершать шопинг, это была последняя моя проблема. Но, тем не менее, я иногда заходила в магазин, облизывалась, обливалась слюной и, в общем, проходила. Да, так вот, вот это платье. Я его купила тогда, когда мы уже оба начали работать. Это был, мы приехали в Канаду в 2008. Значит, где-то в 2010. Знаете, два года я себе ничего не покупала вообще. То есть вообще ничего. То есть в 2010 я смогла купить это платье. И стоила она не очень дорого. Конечно, это все было на селе. И, в общем, я вам хочу сказать, что я его храню. Во-первых, потому что оно очень красивое. Оно такого красивого голубого цвета. Во-вторых, потому что оно из хлопка. Оно тоже абсолютно, посмотрите, этот рукав, который сейчас в моде пышный. Оно абсолютно, на мой взгляд, не вышло из моды. И, в принципе, как бы, ну, я думаю, не дорого как память. Это было первое платье, которое я купила себе в Канаде. Еще одно платье. Я думала последнее, но потом я вспомнила про еще одно. Оно как бы уже будет не по старшинству, а просто я потом про него расскажу. Вот это платье, значит, оно такое, знаете, сделано сверху. Как будто бы здесь вот как будто бы вязаная крючком. Такая сетка с подкладкой. А здесь кружево-кружево. И, в общем, ну, оно такое испанского типа фасона. Это бренд Free People. Это довольно тоже известный бренд в Канаде, в Америке. Такой хороший, считается, бренд. Вещи все такие. Боха стиль, этник стиль такой, знаете. Ну, вы видите по этому платью. Вот такие собственные вещи. Я его тоже храню, и оно мне дорого, потому что я его купила для определенных целей. Значит, мы должны были справлять день рождения моего мужа. И мне очень хотелось надеть что-то эдакое, чтобы как бы, ну, поразить его своей красотой. Вот. И я поковырялась в шкафу, а у меня очень много вещей. Знаете, такие вещи, я обычно покупала вещи, которые я могу носить на работу. Потому что, ну, на тот момент, потому что это был 2012 год. Мы только-только начали вставать на ноги, мы купили дом, дети подрастали. В общем, надо было покупать вторую машину, и мы уже купили вторую машину. Ну, в общем, много было расходов всяких разных. И одежду я особо тоже себе не покупала тогда. И поэтому вся одежда, которую я покупала, это была одежда, которую я могу носить на работу. Потому что, ну, особо мы никуда не ходили. В общем, а это фактически был первый раз, когда мы... У моего мужа был день рождения, и мы могли пойти справлять его куда-то. И я хотела что-то такое необычное. Поковырявшись в шкафу, я поняла, что у меня вещи как бы моих... Ну, все такие будничные обычные вещи. Я пошла в магазин, и я пошла в Бинерс, а там, вы знаете, там всякие остатки свозят с разных магазинов, как бы, аутлеты. И, в общем, вот там я нашла это платье, а мне показалось, что оно такое, знаете, такое... Ах, испанка! Вот, что только вот в нем румбу и сальса танцевать. Но вот оно действительно такое, знаете, очень... Ну, такое, как-то сказать, довольно... Ну... Привлекательное, мне кажется, и необычное, красивое. И еще одно платье, последнее я вам сейчас покажу. Последнее мое платье, платье зеленого цвета. Если вы смотрели мое видео о том, как мы одевались в 90-е, и о том фотографии, мои старые фотографии, о моде 90-х, мои образы из 90-х годов, то вы видели там, видимо, фотографии этого платья. В этом платье я выходила замуж второй раз. Платье 99-го года. Замуж я выходила в 99-м. Купила его, наверное, может быть, в 98-м или тоже в 99-м. Платье потрясающей красоты. Бренд Isabel Ardine. Это тоже, наверное, что-то американское, потому что я купила его в Америке, по-моему, в 98-м году. 100% район. Made in USA. Представляете? В 98-м году еще были платья в Америке, продавались платья, которые были сшиты в Америке. Не мыслим. У меня тогда тоже не было особенно красивых платьев. Женились мы с моим мужем не в Израиле, женились мы с ним на Кипре. То есть мы купили тур на Кипр, и там можно было купить тур такой, чтобы вы как бы... Ну, свадебно, так сказать. Такой, это, знаете, такой Лас-Вегас-стайл свадьба. То есть мы поехали вдвоем, у нас не было никаких гостей. Мы, в принципе, поехали отдыхать, и заодно уже там расписались. Это было проще, чем в Израиле. В Израиле это сложно все. Было тогда и нами сейчас тоже. И нам было проще поехать на Кипр. Мы там заодно отдохнули, заодно поженились, заодно медовый месяц как бы справились. Ну, как бы три дня или четыре было медовый месяц. Мы к этой жене, мы подходили, то есть мы серьезно подходили к женитьбе, но сама процедура была как бы достаточно, ну, неофициальная. То есть надо было прийти в местную мэрию, и там нас расписывали. Когда мы пришли туда, нам сказали, вы приходите завтра. Единственное, что, ну, оденьтесь как-то, потому что на Кипре, в принципе, можно было одеваться, ходить в одних шортах или даже вообще в купальнике, и вообще никакой одежды там не надо. Но мы когда пришли, нам сказали, что вы придете завтра на роспись, ну, оденьте что-то. Ну, не надевайте шорты, не приходите в купальники, а наденьте что-то, чтобы не стыдно было. Плюс там фотографии будут и так далее. Так вот, у меня было такое одно из платьев, которое я считала, что это приличное платье. Оно действительно очень красивое, оно такое по фигуре, короткое, тоже сарафан, с открытым, вот так вот оно выглядит. Ну, и вот я в нем ходила замуж второй раз. Мерить я его не буду, потому что я точно знаю, что оно мне мало, оно мне стало давно очень мало. Тогда я была очень-очень худенькая, наверное, килограмм на 7-8-7-10 худее, чем, стройнее, скажем так, чем сейчас. Поэтому мерить я его не буду, и уж поверьте мне на слово, что оно мне очень красиво выглядело. Если вы хотите посмотреть, как оно мне выглядело, то вы можете посмотреть мое видео, в котором я показываю свои аутфиты 90-х. И там я поставила фотографию в этом платье. Да, собственно, я, наверное, в это видео тоже добавлю фотографию. Чтобы вы понимали, в общем, ну вот. Это было последнее платье. Вот такие ностальгические у меня истории, связанные с моей одеждой. Я надеюсь, что вам интересно было, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что я вас как-то развеселила и рассказала что-то забавное, интересное и веселое. Мне было самой очень интересно перебирать эти вещи и вспоминать события, которые с ними связаны. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте мне лайки, буду вам очень благодарна. Напишите комментарии, что вы думаете по поводу всех этих платьев. Все, увидимся в следующем видео совсем скоро. Всего вам доброго. Люблю, целую. Пока-пока-бы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok